Всем привет ребят, с вами Warhammer и сегодняшнее видео будет посвящено рубрике Кейсер на прокачку. Сегодня по идее должен был быть стрим с этапа в Бразилии, но к сожалению я в данный момент нахожусь не дома и в данный момент не могу провести этот этап. И увидимся только уже на следующем этапе в Германии, который придет через 2 недели, поэтому ребят ждите. Ну а сегодня у нас рубрика Кейсер на прокачку, которая в теории должна была быть завтра стрим, в самом случае когда у нас идет гонка, мы в понедельник стримим. Но его не будет. Не будет почему? Начнем давайте издалека, начнем давайте с сути этой рубрики. Что у нас есть? Есть я, который умею играть, есть опыт за спиной, есть опыт игры в командах и есть Дэн, который не умеет в КС играть и которого надо обучать с нуля по сути. И я подумал почему бы не попытаться мне обучить Дэна. Потому что в принципе неплохой будет контент, плюс можно будет делать гайды для новичков, чтобы объяснить где они совершат ошибки, чтобы эти ошибки они наоборот не совершали. Вот. В начале, точнее в середине января мы эту рубрику начали, первый стрим мы провели его и суть какая была. Каждую неделю по воскресеньям мы с Дэном собираемся, мы смотрим его игры, смотрим что поменялось за эту неделю и на что нужно делать упор. И также ошибки объясняют Дэну, как нужно было сыграть в той или иной ситуации. Вот. И соответственно в течении недели после нашей встречи Дэн должен играть там, тренироваться, оттачивать стрельбу и играть в матчмейкинг. Вот. Это то, как оно должно было выглядеть и как я думал, что оно будет выглядеть. Но, к сожалению, это так не получилось. Получилось так, что Дэн заходил в игру только потренироваться и, к сожалению, без должной практики, поверьте, ваши тренировки будут почти бесполезны. Почему почти? Потому что да, вы что-то будете запоминать, но если вы не будете это оттачивать на играх уже, то вы этому не научитесь так быстро, как это могли бы сделать. В ММ Дэн играл очень редко, почти никогда, несколько раз он заходил вне стримов в ММ, но в основном заходил на стримах, что меня сильно злило немного иногда. Потому что, вспоминая тот же апрель, один из стримов, когда я просто бомбил на зажим Дэна, потому что это уже был апрель, а задание об тренировке зажима было еще на первом стриме дан, и Дэн не научился. Это было для меня очень печально, потому что научиться зажимать, если честно, это дело недели, если вы практикуете стрельбу заодно. И поэтому уже в определенный момент я понял то, что скорее всего с Дэном не получится у нас продолжить рубрику. Почему? Потому что у Дэна просто нет времени иногда играть, потому что все-таки он также занимается этим каналом. И на создание видео уходит не 30-40 минут, а несколько часов, если не весь день. Поэтому у Дэна не всегда была возможность играть, и из-за этого, по сути, прогресса как такового почти не было. Ну, согласитесь, за 5 месяцев апнуть всего лишь второй Сильвер, я уже думал, что мы за эти 5 месяцев хотя бы апнем Голд Нову. А с такими успехами мы очень долго будем доходить до Голд Новы. Поэтому мы с Дэном приняли такое решение, что в данный момент рубрика, она не прекратит свое существование, мы просто прекратим тренировать Дэна. И поэтому открывается вакансия, так сказать, ученика КСР на прокачку рубрики. Поэтому, ребята, вы можете принять участие в данной рубрике. В группе ВКонтакте у нас есть новость, точнее даже не новость, а тема, в которой можно ответить на нужные вопросы. И, соответственно, попытаться принять участие. Буду я проводить отбор участников. Тут не важно, какое у вас звание, наоборот, чем ниже, тем даже лучше скорее, потому что мне интересно взять неумелого парня и научить его играть в Counter-Strike. От вас самое главное, это прислать демку, либо же, если вы играете на Faceity, ссылку на комнату. Опять же, по рангам мне интересны люди до Калаша, по левлу Face, ну, где-нибудь до 3-4 уровня. Как-то так. Так что, ребята, проходите по ссылке в описании и принимайте участие в данной рубрике, если вы хотите поднять свой скилл. Рубрика начнется с нового существования в начале июля. Мы с участником обговорим первый стрим и также, да, об участнике я сообщу в конце июня. То есть, будет один стрим, кстати, на котором я буду смотреть ваши демки, которые вы прислали. Так что, можете прийти на стрим и посмотреть, если вдруг попадется ваша демка, она будет неинтересна. Я ее разберу и посмотрите на свои ошибки. Ну, а в будущем, может быть, именно вы станете учеником и именно ваш скилл возрастет в разы. Вот, на этом пока что, наверное, все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.